АУ пишем сразу. Говорим, что у кого как. Как слышно? Сибирин. Ага, все, замечательно. У кого какая погода? Ну что, у нас 10 градусов аж. Зима пришла в Черногорию. Хараул? Угу. Отлично. Сегодня мы поговорим, кто у кого списывал. Потому что я посмотрел тут давеча множество роликов, съемок чужих. Просто под впечатлением. И поехали. Я канал так строю, рекламирую, рекламирую. Устал уже рекламировать буквально. Максима. Он показывает замечательное разрушение и прекрасные прилеты. Он даже начал говорить о том, что вот эти вот разрушения, такие прилеты, вот наобум просто. Смотрю. Что такие разрушения и прилеты просто невозможно сделать естественным образом, скажем так. Даже не знаю, с какой целью. Он начал говорить, что... Я уже говорил это в стриме. Так строили. И так бомбили. Такие ролики. Вот еще хорошее видео. Можно, кстати, очень многое увидеть. Просто анализируя правильно. Чужие съемки. Вот эти вот черные оплавления, которые сделаны уже не со стороны, а потому что внутри были огромные энергии. Огромнейшие. Вот эти разрушения, которые не сделают ничем. И так далее. Но помимо этого канала, который я уже упоминал, и канала реально так строили. Мы можем видеть одинаковое разрушение по всему миру. Тоже здравейте. Вот чем вот так можно оплавить и так вот расхреначить вот эти вот... Смотрим. И как бы делаем выводы. Так, я попробую подвинуть. Да, канал Мозаика в древности. Свинец в Турции показывает. Все верно. Это мы пока уберем. Вот можно любое вот видео открывать. Практически. Вот я при вас прям. И можно смотреть. Невозможные технологии. Невозможный кирпич. Оплавленный кирпич везде. Вот они. Там полигоналка сзади. В этом видео прекрасно все практически. Замечательно так строили. Тоже на вершине горы без практически ничего. То есть без каких-то казарм, мест для проживания. Наверху разное так строили. Тоже можно сделать вывод с какими-то обгрызенными зубцами. Но я хочу быстренько пробежаться по другим, например, местам. Вот путеводитель по Абхазии. Бзыбский храм. Храмы Абхазии это... Храмы. Вот это вот место якобы для помолиться на вершине горы и в середине ничего. Буквально. Причем четко технологии, которые сейчас не достичь. Вертикальные бойницы. Казалось бы, храм. Но тут такие же бойницы, как и в фортах Австро-Венгрии. Как и в фортах, якобы Петр Великий форт такой есть. И так далее. В американских фортах, которые, наверное, индейцы строили, либо для обороны от индейцев. И прочие сказки, которые уже поднадоели порядком. Часть камешков желтые, часть камешков наверху почему-то оплавлены солнышком. Ну так вот поцеловало их солнышко. Причем расколы по всей толщине невероятные. И вдруг в центре стены какие-то такие пропилы непонятные. Местами бывают. Но и в то же время нехватка кирпичей постоянная. Естественно, это храм, да. Только для помолиться. И так далее. Ну, мы это уберем пока. Любой старый град, так называемый. Пещера семи спящих каких-то. Не знаю, что за семь спящих. Это где-то, не знаю, в Месопотамии, что ли. Я выключаю звук, потому что мне больно слушать то, что говорит этот вот экскурсовод. Какой-то исторический больнодумец. У нас есть исторический больнодумец, который мне тоже больно слушать. Так что я его буду звать исторический больнодумец. Вот это они говорят, что для того, чтобы кого-то похоронить. Но откуда оплавления вот в этих вот, скажем так, проемах взялись? Они почему-то умалчивают. И каким образом вот эта штука могла светить? Вот они, четко видны оплавления. Вот они. Потому что это волновод. Отсюда хреначило огромное количество энергии. И вот тут вот это не гробницы, а вот тут была определенная источник. То есть жидкость определенная. И ничем иным. Это такая же церковь, как вот я показывал в яйце. Вокруг внешний периметр. Там внутри тоже непонятная якобы церковь. То есть один в один я вижу одни и те же технологии, одно и то же назначение. Одни и те же коморки как бы. Местами оплавления. То же самое в так называемой церкви. Идем дальше. Руина какой-то кастла, замка, то есть Уэйлс, Англия. Руина-то понятно. Но вот что вот я его сделал руинами? Что вот так вот могло ровно срезать дополнительную башню? Почему эта башня в центре ничего стоит? Почему верх тут черненький? Пишем в комментариях, кто что думает. Что могло относиться? Недавно вот так вот в ноль расплавить этот так называемый замок. Понаделать вот таких вот неправильных дырок. отверстий. Вот. Вот так вот вертикально прорезать. Вот так в многометровой скале практически. Потому что это, ну, скала. Это стена, это скала, по сути. Мощнее, чем скала. Ну, красотень же. Вот так вот. Закоптить вот эти вот арки. Вот тут дырку, дырочку такую сделать. Я уже показывал внутреннее строение одного из Старый Град Бос Ац, например. Одно из так строили. И там тоже вот такие вот дырдочки. Но я вот там показывал, что это просто волноводы. Что там идет внутрь что-то с чем-то. Вот. Типично. Вот что может вот так вот расхреначить. И зачем этому замку вот такие вот акведуки, которые от одного места в другой. Причем ни в одном конце, ни в другом нету источника воды. Просто нету. Просто нужно включать мозг и думать самим. Что вот это вот. Ну, можно теоретически подумать, что это вот какое-то было большое здание, и одна стена осталась. Такая вот европейская стена плача. Да что-то сомневаюсь. Казахстану тоже привет. Идем дальше. Замечательный замок Кастл. Кафили. Кафили. Кафили со скошенными вот так срезанными башнями. Тоже великолепен по-своему. Вот что могло вот так вот расхерачить вот эту башню. Оплавить. Наклонить. И наполовину срезать вертикально. А вот это вот. От чего вот такие вот могут быть? Каким стенобитным орудием? Какой взрыв должен быть? Сколько мегатонн, чтобы вот так вот тряхануть? И расхреначить вот так вот все срезать? Одну башню наклонить? Вот это все оплавить изнутри? У кого какие идеи? Вот такой катапультой это сделали? Либо вот, не знаю, побольше нужна катапульта? Чтобы вот так оплавить весь этот вот. Замок, в котором нет ничего для проживания. Абсолютно. Нет никаких там... И зачем вот эти бойницы внутрь? Вертикальные внутрь двора. То есть, когда уже кто-то забежит, по ним стрелять, да? Отбиваться. Милота просто. Кто у кого списывал? Уничтожение погребной. Потому что на территории Сибири и Северной Африки просто все снесло. Был огромнейший взрыв. Следы этого взрыва видны по месту, так называемый, глаз Сахары. Там полуафрики наполнено обсидианом и вообще битым стеклом, жженым стеклом, расплавленным. В Сибири тоже есть следы такого мега-взрыва. Красотень же. Красотень. Вот бойница в никуда, которая на самом деле волновод. Вот нехватки кирпичей, потому что внутри они соединены, это ни разу не вентиляция. Везде вертикальные бойницы, о которых я уже говорил много-много раз. Оплавление. Я еще покажу. Супер съемки, мне кажется. Непонятно, так строили, для чего. Вокруг просто расплавленный камень, просто ровно расплавленный камень, потому что взрыв был много-мегатонн. Я не могу объяснить иначе. А внутри тоже оплавление и непонятные, круглые и вертикальные якобы бойницы. Вот тут стояла пушечка. Такие же абсолютно бойницы, как у австро-венгерских крепостей. О! Вертикальные бойницы, такие же конусы. Потому что технология одинаковая. Что врандук, что австро-венгерские крепости, что линия Можино, вертикальные бойницы. Вот они. Нехватка кирпичей, потому что тут идет волновод, и щелевые антенны, которые излучают. Интерференция вот этих вот излучений на стыке, когда две волны встречаются от двух щелевых антенн, они образуют поле. Вот случайно ткнул, пожалуйста, то же самое везде. Везде одинаково. Вот что может так наполовину, как срезать и оплавить? У кого какие идеи? Денбих замок. Вот тут кто обгрыз и оплавил? Какой большой ребенок пришел? Сначала поджег, а потом обгрыз. Или сначала обгрыз, потом обжег. Вот так. Какое землетрясение может сделать? Уэлси. Вот они. Прям текло. Снесло. Большой взрыв, ударная волна. Где-то штукатурка, облицовка ушла, слетела. А где не слетело, вот оно все оплавлено. И это можно делать даже не путешествия. Ну и классика жанра. Везде какой-то колодец внутрь, практически без воды и вообще немалообъяснимый. Вот он. И тут внутри этого колодца оплавление и дырдочки. Вот такие вот дырдочки, нехватка кирпичей мы видим во всех крепостях классика. Объясните это с точки зрения фортификации. То есть, что внутри этого колодца, в кого стрелять, я думаю, пока никто не может объяснить. В Милане вообще веселуха. Да. А, не знаю кто. Ну вот, хорошо. Есть такой замок, похожий на Кремль россиянский. Милан, замок. Кирпичный. Вот он, например, с форци. Да. Вот они, дырдочки в стене. Вот они, щелевые антенны вертикальные. Вот непонятно, как объяснить. Ну вот они сейчас должны показать. Вот они, дырдочки. Вот, вот. Точечки. Нехватка кирпичей. Хорошо. Волноводы, щелевые антенны. Изображение. Тут какие-то неправильные изображения. Хорошо. Мы возьмем видео. Мургаранин, молодец. Спасибо ему огромное. Как-то по-английски гейб. хорошо. Мы пойдем другим путем. Хорошо. и waveguide. Сейчас попробую найти. Одно нашел. Второе нашел. ничего не напоминает. Как у нас тут идут дырдочки. Подземная антенна. вот неплохие вещи. бэйсик с основы. Сейчас попробую просто фото найти, чтобы ну просто было понятно. Ну вот здесь, например. Мужик хорошо показывает, объясняет. И вот вспоминаем, что мы видим в замке, так называемый. Просто размер другой. Вот. вот они, щелочки, пожалуйста. Все видят. Да, и фазированные антенны решетки тоже. Диаграммы направленности. Ничего не напоминает из архитектуры прошлого. Вот они. Дырдочки, вертикальные, пожалуйста. Они создают поле определенное. Кто хочет, поизучаем. Вот они. Множество waveguide. То есть волноводов. дают определенное поле, которое может быть просто-напросто практически материальным. Вот через дырочки, щелочки, как идут. Идет сигнал. Ну, это к вопросу об обхитеатрах. Как поля идут. Зачем нужны были кресты наверху? Пожалуйста. Кто хочет, тот поизучает. Не у одного меня ассоциация с каким-то древним храмом для помолиться? Вот это вот все. Или у меня таки паранойя? А теперь вот смотрим это. Вертикальные щелевые антенны и дырдочки. И только что мы видели маленькую такую платку. То же самое. О, в Италии, да, просто-просто жуть. Много чего интересного. Насколько жуть, сколько всего вкусного. Еще один замок. Вот, тоже самое верхушка срезана, оплавлена. Челевые антенки. Нехватка кирпичей. Классика. Вот такое везде. Я только что показывал. Так строили замок непонятный, старый град Бесац. Здесь несколько крепостей, так называемых, австро-венгерских. Одинаково. Вот такие бойницы. Вертикальные. Щелевые антенны. Непонятно, кто это все оплавил и снес. Ну, вот это вот. Кто может объяснить, почему так снесено? Вот здесь вот почему такое? Рупоры. Вот, крестик. Это что? Стрелять туда. А кто будет стрелять-то? Это получается, нужно, не знаю, в воздухе левитировать стрелкам-то? Вот здесь вот кто будет стрелять? Из чего? Вот это вот для чего? Неведома хрень. Либо все-таки вот тут вот некий излучатель стоял, который вот как антенна. Излучатель в фокусе стоит в тарелке. Аналогично. Ну, вот тут как стрелять? В кого? Вот тут. А если это с точки зрения технологии подумать? Ну, вот-вот примерно так все и будет. А вот нам сказки рассказывают то, как распространялся. Это что по воде стрелять? Причем кристаллами обложено для точности. Ну, вот они беленькие. Щелевые антенны. А вот это как объяснить? Ну, это рупоры волноводов были. Ну, вот-вот в кого тут стрелять? Вот в такой последовательности. И так далее. Едем дальше. Компеи какие-то. Вот это что такое? Я фишу тут рупорная, ступенчатая антенна. У кого какие еще паранойи? Вот это вот зачем? А вот это тоже волновод. Вот в узлах пучности тут такое есть. Вот. Вот это вот. Что мы только что видели? Как распространяются волны? То же самое. То же самое. Вот это что? За ниша. Чтобы статую ставить. Но технически-то это излучатель. Вот это вверху что так могло оплавить? Камешки-то от чего почернели? От какого воздушного взрыва? О какой высоте? Можно вообще примерно понять. Вот то что мы видели. Вот как распространяется волна. тут излучатель вот тут по-моему элементарно. Вот так же в Египте расположены. Вот такой же волновод. Правда пирамидка. Такие же непонятные якобы стадионы. Кто у кого списывал вопрос. Зачем от Африки до не знаю чуть ли не Сибири вот такие строить антенки. Амфитеатры. Это сколько миллионов медных зубил нужно на один амфитеатр стесать. Вот веселуха сейчас будет. Вот это чем можно сделать? Я вам спросил вот чем это можно сделать? Она говорит ну либо лазер либо годзилка прибежал. Все просто. вот вот чем вот это можно сделать? Вот они огромнейшие. Причем это сделано явно после того как установили. То есть это что-то что не взрыв бы снес просто. То есть это проплавлено вот и вот слева. да на одном видео блогер нашел два блока скреплен между собой железные скобы. В Питере есть такие два блока просто в Петропавловской много. А там свинец да. Концы разведены да 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 потому что это при заливке вот такие скобы. То есть мало того что это полигоналка мегалитика их и так хрен расхреначив да еще и скобами железами это соединено. Это просто невозможная вещь по определению потому что технологии рассчитаны реально на термоядерные взрывы. Мы знали что грядет и готовились. И реально были противоядерные бункеры. Просто враг был сильнее. Но мы сопротивлялись. Понятно что ладно. В амфитеатре выступали театралы. амфибии какие амфибии вот то же самое вот чтобы сделать вот такую мозаику это нужно химия по уровню выше чем наша чтобы во-первых так обжечь нужна какая-то энергия без газа не обойтись сейчас муфельные печи используют для этого во-вторых чтобы так оплавить нужны огромные энергии и нужно чтобы такие цвета переливы достичь не знаю нужно химия по качеству выше чем сейчас вот зачем вот это объяснить вот как зачем вот это так строили почему вот здесь вот как оплавлено что здесь было тоже театр а здесь что-то стояло я вижу технологическое сооружение остатки причем просто технологии и уровень технологий круче чем мы можем даже представить южный театр макросхемы в которых мы все жили макро мы сейчас используем микро и нам говорят что иначе нельзя и электричество худший вариант энергии о тоже вот красотинь такая в центре ничего стоит квадратик с одной башенкой оплавленный и с щелевыми антеннами внизу и тут вот такая красивейшая статуя сказали бы что Христа на Христа это не похоже староват чувак просто назвали какой-то там невероятные технологии крестик поставили современный даже без этого остатки мозаики сказки я вам не буду рассказывать которые он тут фигню порет невероятная технология статуи удивительно нам рассказывают что 2000 лет христианства множество статуи но все статуи почему-то голых полуголых бородатых мужиков или даже голых в сети бывает даже сеть обычная рыболовная ну как живые с родинками прыщами жилками и прочее разных статуй полно но статуи христа нет ни одной вообще странно но христос это имеется не просто какой-то мужик бородатый а просто мужик на кресте гимнаст грубо говоря вот ни одной статуи гимнаста нету интересным образом руки держит ну как положили так вот и даже на мозаике нет ничего христианского я не вижу там есть руны там есть розы цветы причем чтобы это якобы 13 век там рассказывают или прочие сказки чтобы такое качество стекла добиться это нужно химия на уровне современного или даже выше и плюс нужен газ плюс нужны нужно оборудование то есть ну это никак не сделать без определенного технологического уровня то есть нам хотят сказать что в 17 или каком там веке был такой уровень плюс типичные уровни статуи все загнуты в одну сторону справа чтобы якобы лучше было не знаю штурмовать потому что правша получается лучше да нет это энергия так нам сказки рассказывают что это для правши там для левши неважно это монолиты монолитом залит то есть бетон но мрамор то есть мрамор когда-то расплавляли как мы цемент бетон используем да до разрушить пытаются все что можно кстати вот интересно вот это свинец unique led coffins типа для черепов для группов на что-то мне подозрительно потому что во-первых тут кое-где как расплавлено от костей то наверное расплавленности не будет я так полагаю ну якобы вот это котлина в Шанхае конечно же это якобы в начале 20 века какая-то тетка померла ну вот это могут конечно же навесить но вот такое сделать сомневаюсь зачем это делать из свинца причем по всему миру я сейчас покажу свинец имел какое-то интересное свойство еще имеет просто в той технологической цепочке у него было какое-то свое назначение непонятное вот сколько нужно свинца чтобы почему не из железа почему не из дерева и вот тут как в разных местах как проплавлен то есть я подозреваю что там была красная ртуть вот в таких именно царкофагах либо свинцовых чаще все свинцовых потому что они в таких нишах которые я видел и в австралинистских крепостях и в замках и в обычных крепостях вот он свинец то есть где взять свинец и зачем именно свинца трупы хранить сомневаюсь что это вот такие вещи были для трупов да похоже на гробы но не более только похоже это скорее как ящики вон они как взорвались изнутри кажется бред но я чуть позже объясню почему и думаю что это не бред ну и невероятные статуи тоже и еще то же самое мавзолей какой-то технологии непонятные как в австрий венгерских крепостях то есть это заливка имитация кое-чего ну платки допотопные двери круглые на этот раз волноводы потому что ну чему там смотреть закрыли и закрыли и вот похожие сейчас покажу старые какие-то они лезут тоже старая дверь допотопная две дыры здесь я утверждаю что это технологическое сооружение и везде почему-то в старых захоронениях вот там свинцовый гроб везде в разных мавзолеях старых кладбищах внутри свинцовые почему-то ящички такие во многих местах вот бойницы скажем да ну ну просто чуваки ходят по кладбищам там тоже невероятное кладбище эти и вот свинец свинец был снят сверху гроба свинец это изолятор изолятор той энергии единственный пожалуй материал который может изолировать он радиацию хорошо изолирует и прочее излучение везде во многих местах свинец снаружи может быть даже дерево внутри вот свинец что все культуры как сговорились и всякие средневековые группы закапывает именно в свинце вот еще как взорвался черный внутри и как взорвался свинец сколько свинцовых гробов много на старых кладбищах называемых в так называемых мавзолеях которые ни разу не мавзолеи не для трупов туда позже реклама конечно неизбежное зло туда позже понапихали вот вот такие ящички которых со свинцовыми крышками они слишком высокие для трупов просто для трупов и вот такие ящички я видел во многих местах слишком во многих вот свинец вот он свинцовые ящички и кто-то нам рассказывает что трупы ни в каким другом материале кроме свинца высококачественного не могут храниться изучаем заброшенную крипту говорит замок тоже расхреначенный но дело не в этом сейчас постараюсь найти где-то тут я видел высококачественная мозаика с непонятными нам символами интересными нехватка кирпичей по бокам непонятное разрушение и вот в конце он уже в эту крипту идет остатки волнов арматура почти современная но откуда в заливке в допотопной средневековой арматура вот как современный материал арматура то есть можете представить старое сооружение старый замок и вот нам говорят что это из камней сделано вручную нажили да нет это заливка вот эта арматура в средневековом замке говорит о том что там заливка что вся официальная история может идти лесом сказки и нам говорят что это для трупов ну трупы могут там поместить вот что может расхерачить вот так вот это вот свинцовый так называемый гроб причем изнутри вот другого цвета то есть как оплавлено это значит что та жидкость которая там внутри очень резко дала очень много энергии потому что пришла некая волна которая зарождилась в Африке та самая бомбардировка большой взрыв который привел к испарению всей практически красной ртути по всей земле по всей планете волна пошла и как цепная реакция и вот те самые такие же ниши которые я видел в австро-венгерских крепостях в которых стояли такие ящички и вот некоторые ящики здесь они наполовину расплавлены наполовину заполнены всякими трупаками как это и подзреваю потом их заполнили костями я сильно сомневаюсь что это только для трупов построили такое для трупов не нужен чистящий свинец для трупов не нужны такие не нужно их вообще хранить трупы сжигали населения было много если бы каждый труп вот так вот строили свинца бы просто не хватило для каждого умершего миллиарды жили на земле миллиарды и тут то же самое сейчас могу попробовать поискать человек просто ходит по кладбищам черные оплавленные вот что могло заставить так почернеть эти вот места разные ну достаточно по кладбищам как бы там много чего интересного архитектура та же вот здесь вот завитушки делают сетки фарадея понятно по тематике невероятное то есть были да погребальные как бы места памяти усыпальницы но там в основном сожженное что-то хранилось скажем так пепел это это явно допотопное потому что сверху оплавленная помадировка была глобальной да исчезла вся цивилизация электромагнитная импульта огромный то же самое чувак вот ходит по кладбищам я хочу показать что усыпальницы это не то что сейчас не так хоронили не для этого можно перейти к другим то есть вот это место не было кладбищем в нашем понимании сейчас найду где он там тоже нашел интересные вещи вот то же самое могло вот так оплавить вот там внутри могло взорваться вот до такой черноты почему там такие же круглые волноводы и та же технология используется тоже свинец свинец почему оно как обгорело вон там чернота вот эта сетка Фарадея была чтобы не своровали трупы везде везде то же самое снаружи дерево внутри если уже дерево есть зачем свинец внутри вот везде и что могло вот так оплавить и сорвать крышки деревянные оплавить дерево здесь видно причем это не огонь просто какая-то энергия которая иногда до черноты в уголь превратила потому что кислорода не было деревяшки якобы 812 причем целые вещи 812 и на английском я подозреваю что это подделки более-менее современные вот чернота откуда вот так что могло взорвать изнутри вот это видно прям что если бы снаружи то наверное загиб был бы внутрь нет вот видно что зомби апокалипсис был тупаки вылазили из этих свинцовых гробов у кого какие варианты хэрви везда обман кругом всем плевать да обман вон много где в жизни и все относятся с пониманием говорит один диджитал политик вот вот это вот написано оригинальная надпись FD что за такое за FD и вот да как взрыв изнутри он тоже говорит что как как будто тела вырвались вот вот это странная надпись вряд ли на английском говорили тогда и да взрывы как изнутри очень красивая коробка но внутри вот такой свинцовый зачем делать двойную коробку кто мне скажет да Коля мир был не времен Ноя а 200 лет назад сказки эти достали библейские всем мозги промыли вот вот допотопная дверь вот что за ней красивая будка трансформаторная но это не более чем трансформаторная будка идем дальше форт английский скрытый надо же вроде в Англии а непонятная фигня такая же как и в Турции как и в Ливане как и в Сербии как и Брестская крепость ну я показывал бродил по таким же вот засыпанным между стенками какими-то между стенным пространством тоже оплавленные кирпичи огромное количество и тоже мало понятно кто у кого дизайн слизывал архитекторы вообще думать не хотят какие же щелевые антенны бойницы бойницы но это Англия вверху волноводы круглые все оплавленное вот чем не Брестская крепость чем не форты Кронштадта чем не австро-венгерские форты вот в кого стрелять вот здесь даже вот такие остались плоские которые покажу это Англия на минуточку это Англия вот щелевые антенны горизонтальные вот вертикальные интерференция создает силовые поле которое выдавливается слоями покрывает крепость звезду вот они тут остались уникальные съемки оплавления причем это от тех энергий которые были внутри крепости интерференция волн вот тут на перекрестье вот эти вот сюда направлены эти сюда в узел пучности заполняет весь этот ров энергии и вверх и вот классика то же самое мы много крепостей таких видели вверху один волновод иногда конус вниз ряд волноводов вверху внизу и тут щелевые антенны по центру кто у кого слизывал архитекторы вообще думать не хотят вот как тут стрелять в кого вот ага для чего вот это внутри внутрь стрелять а вот это что за бункеры ядерные для самолетов или для чего но это такое везде найди найди отличие от тех фортов что я буду показывать позже что вот так его расхерачило какие боевые действия в шотландии были хаос что такое блюшинс не знаю это сказка непонятная огромнейшие подземные сооружения какие-то люки непонятные с круглыми трубами которые явно не вентиляция ну сейчас это уже понятно пассаж вейс что за пассаж волноводы причем железные отлично сохранившиеся вот здесь пушечки стояли вот так ездили они ну как вот в фортах показывал не один раз показывал такие вот железные пути салазки рельсы один в один объяснить это современным чем-то невозможно да вот такие пушечки стояли но они не порохом стреляли порохом они стреляли ну на нехватка кирпичей вот потому что отсюда выходил поток силового поля вон наверху что это вентиляция что вот так какой взрыв расхреначил найди отличие от австро-венгерского форта я вообще не вижу потому что у всех машин у всех независимо от производства какая прелесть а мы железки прям так же как мы здесь в боснии видели да возможно верность да сейчас это нереально вот они бойницы это как нужно наверху левитировать что ли а вот тут зачем дырдочки если учитывать что стрелкового оружия еще не было изобретено зачем эти щели и так далее и так далее вот мы добавим это в список замок замок однозначно замок подземелье чувак изучает полез в эти подземелья что мы видим угадайте с трех раз кирпичное сооружение конусное и нехватка кирпичей регулярная кто у кого списывал какое средневековье вот это светилось кстати но проводов нету вообще нигде то же самое вот это что такое лучшие защитные крепости тут фотографии были вот это непонятные изгибы зигзаги кто может объяснить вот зачем вот такие кто в средневековье кирпичами выложил огромные подземные сооружения замок средневековый напоминаю а вот это уже что потом сделали проводов то нет оно светилось а дальше уже просто выдолблено в скале сколько крепостных должно помереть на возведении этого и почему периодически все таки из кирпичей места вот это кирпичи а дальше просто коллег почему в средневековье были кирпичи откуда рекс какой-то вот это надписи на каком-то допотопном языке но это уже 26 это позже но есть более старые кто хочет тот поизучает интересные съемки да много где много где у кого интересные съемки есть просто нужно думать стак рок форт форт петра первый вот такой же мамула вот зачем тут помимо дерева еще и железки вот эти вот зачем один в один это банка силовое поле делала привлака форт да наполеон дел вот только что мы видели средневековую крепость один в один такие же бойницы блин ушечка вот кто мог затащить вот эту пушечку она многотонная ее даже вывести не смогли она это оригинальная пушечка это генератор силового поля вот волна создавалась уникальная вещь вот оплавлена изнутри потому что эта пушечка такой жар давала столько энергии в эту бойницу чтобы силовое поле делать чтобы она накрывала вот так один в один и вот эти вот салазки внизу потому что вот так отрегулировали направление потому что вот так повернуть это ну как фазирована антенна решетка куда излучатели повернуть туда и общее и сбивали вот этим вот тонким полем вот 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 эти вот салазки такие же это наполеоник фортрес какой наполеоник фортрес так рокфорд где наполеоник и вот как на австро-венгерских крепостях такие же петли наверху потому что наверху они как подвешивали некоторые вещи там снаружи соединение было не вот так ходили еще вот так вот регулировались и плитка современнейшая вот тут было оборудование другое стояло вот прикрученное это все убрали с точки зрения современных всех вещей ну уж не объяснить что это такое и зачем оно волноводы это явно не для вентиляции такие же как типа вверх поднимать снаряды но там нет никаких салазов для снарядов ну вот в острых дьерских крепостях то же самое австро-венгрия получается сделан для всех шаблон а потом окажется что линия Мажино по такому же принципу а вот а до этого оказывается наполеон наполеоник форд такое же делал те только брали ну вот вот что это за вентиляционные отверстия рассказываю что-то а вот здесь что за окошечки с сорванными крышечками австро-венгерский форд вот то же самое я видел здесь вот в гаражде например а вот это что за окошечко вертикальное кто у кого списывал вот такие вот бойницы вот здесь я видел в средневековой крепости в Которе Которская крепость надо же вот наверху что это такое кто хочет поизучайте Котор то же самое Черногория ну мы показывали щелевые антенны или что или у меня паранойя бойницы сверху оплавлено я уже показывал какой-то стак рок ну то же самое наверное замок blackness хорошо 50 раз blackness darkness вот это так строили зачем как объяснить такие же вертикальные бойницы только иногда это на вершине крепости горы просто нужно уметь видеть внутри самой большой заброшенной крепости в великобритании непонятно так строили одновременно причем и мегалитика и эти и кирпичи что посылает всю официальную историю лесом далеко и надолго что это в кого стрелять подземелье на секундочку это подземелье народ в чате о каких-то печах говорит вот тут непонятный коридор то есть волновод и тут щелевая антенна внутрь другого волновода зачем это по официальной версии окошечке еду передавать патроны но это подземелье на минуточку а тут вертикальные окошечки в подземелье еще раз для непонятливых что это просто так строили либо мы чего-то не понимаем вот я такой тупой я реально не понимаю в островенгерских крепостях один в один внизу на первом этаже либо на входе такие же вертикальные окошечки тут горизонтальные много где смотря какая интерференция наверху тоже волновод есть ни разу не для вентиляции у кого какие версии вот они ходят бродят ничего не понимают каким образом вот я не понимаю как кирпич оказался в одном месте вот оплавление откуда подземелье какие энергии там гуляли вот оно вот оно чуть позже мы с Моной там просто охренели место одно в Боснии покажем там все расплавлено и внутри и снаружи сейчас покажу где-то вертикальная щелевая антенна просто отлично сохранилась отлично где-то вот тут хватит только в воде бежать некуда якобы это для воды ну блин давай я же видел где-то в превьюшках ну это они уже на улицу на улице оплавление четко видны да и ряд щелевых антенн вот плохо видно отстань и внизу какие-то непонятные проемы для с точки зрения интерференции волн и волноводов понятно вот наверху свеже заделали то есть был некий взрыв а потом заделали кирпичом после первого вторжения повреждения решетки они не остановят энергию но иногда помогут в технических целях это как излучатели иногда и вот там внизу пробел до чего это вот такие же подъемники непонятные были в гаражде например много где это вот что казармы типа да нет там даже для остекления ничего не предусмотрено файрплейсы так называемые непонятные решеточки непонятные ниши так строили вот зачем вот такое сделать углубление нишу для чего и железочками ее обделать вот они опять же внизу бойницы в кого стрелять зачем и зачем такая высота подземелий своды арки кирпич либо балки лучше определись либо балки средневековый кузнец сделал многометровый либо мастера какие-то понаделали кирпичей то же самое мы видим в австро-венгерских крепостях удивительные соединения полигоналки кирпичей и отличнейших многометровых железных двутавровых балок а вот тут было уже из кирпичей такие же щелевые антенны и так далее то есть просто будет желание у каждого может посмотреть самостоятельно абандант вот в мавзолее что-то увидел человек то же самое внутри оплавлено обгорело и много свинца вот он ходит оплавлено обгорело очень дорогие гробы со свинцом внутри свинец имеет какие-то определенные свойства форт найди 20 отличий исторический форт вертикальные щелевые антенны горизонтальные пожалуйста как это объяснить с точки зрения современной форстификации в другом форте то же самое что-то похожее да пушечками стреляли конечно многотонную или минимум одна тонна сооружения оттащил конструкцию о fireplace зачем вот это снаряды подавать ничего что она никуда не двигалась вот что это такое что за камин такой чем там топили ничего что он только вниз идет часто не слишком ли большое сражение в один бок как-то изогнутая вот оно оплавление непонятно почему и вот тут что это такое что за секретарь такой с ящичками либо это все-таки остатки допотопного чего-то а именно того что именно и давало отопление и вот маленькая такая пушечка оса ласки вот они рельсы по которым ходила то есть явно пушечка тут была другая большая просто титаническая по размерам кирпичи и камни в одном да сел такой умный что-то объясняет ничего что там во это что такое что за fireplace в котором только вниз идет что-то и вот тут железо как будто это плавится на не знаю тысяч градусов и в каждой комнате такое fireplace без дымохода камин странная такая крепость странные бойницы внутрь крепости или только у одного меня глупые вопросы такие возникают вот да похоже что оригинальная пушечка только ее убрали с подвешенных стояний а вот зачем вот здесь бойницы какие волны она создавала вот это похоже что оригинальная да только там тоже убрали хрен вот тучу оборудования и это эти пушечки не рассчитаны на стрельбу порохом совершенно да вот эта оригинальная пушечка стоит только она не для пороха потому что заряжать вот это порохом потом прочищать да и отверстий никаких нет зажигать и как это куда стрелять в ров внутрь причем внутрь если кто-то нападет то вот с этой стороны там открыто у меня одного ступора полный когнитивный диссонанс когда я смотрю на весь этот бардак и на официальные бредо объяснения ну да нехватка кирпича какие-то дырочки и непонятно где кем когда полученные разрушения и почему это все оказалось засыпанным у меня видимо одного такие вот вопросы возникают это отель уже неинтересно но тоже есть могут быть некоторые там подсказки вопросы отвеченные вот фарплейс непонятный тоже что-то где-то поднималось ну да тут же стреляли а ничего что он построен в то время когда бездымного пороха еще не было а дымный ну не знаю ну на 100 метров максимум ядрышко стрельнет да ну тут мало чего интересного наверное ага пираты блин ну здесь ничего интересного практически да вот хороший канал рекомендую много фоток старых не знаю надо лишь чтобы хоть Очень много чего интересного о заброшенный форт. Например, на Кольском очень много чего интересного. Не видно названия, но сейчас попробую показывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смотрим. Что-то уже, наверное, показывал. Да, вот это уже показывал, поэтому отбой. Вот. Интересные люди, красивые замки исследуют, реально заброшенные. И тут я хотел показать что-то для отопления, например. Явно вот это все огромное помещение отопить нереально. Никакими дровами замучаешься, даже если много слуг. Слугам тоже нужно где-то спать. А внизу вот камин, но камину сделали именно топку железную, которая больше приспособлена для этого. И дымоход сделали. Явно что-то оригинальный камин практически не использовался. Он не для устройства совершенно другой. Вот показывают даже. Мрамор, камень. А потом поставили все-таки железную штуку. Ну вот оригинального там осталось кое-что. Вот оно. Такие вот собачки. Для хранения когда-то красной ртути, но теперь там ничего нет. Вот оно. Вот они ставились, они передвигались. Получается, энергии больше становилось вазы, так называемые собачки-вазы. Вот это я хотел показать. Вот они были устроены как. То есть оригинальным камином отапливать это было нереально. Ну вот движок определенный, да, энергию давал. Стирлинг. И вот, да, тоже оригинальный камин. Еще один. Но сделали нормальную отопку для дров. Потому что оригинальные камины не для дров. То же самое. Вообще заделали, чтобы не париться. Потому что они не приспособлены были для отопления дровами. Вот это я и хотел показать здесь. То же самое. Замок с вертикальными щелевыми антеннами. Расхреначенный. С непонятными зигзагами и так строили. Да, ну это конечно показывал. И Ордания. Кто у кого списывал? У какого архитектора австро-венгерских... Почему этот Иорданис списывал у проектировщика австро-венгерских фортов или форт Петра Великого? Такие же непонятные ниши. Ванны. Для чего? Вверху такие же так строили. В Старый град здесь бар. Ну как везде вертикальные. А тут горизонтальные некоторые. Банка такая. Привлака Форд. Пожалуйста. Такие же. Вон тут даже видны вертикальные щелевые антенны. То же самое. Камни и кирпич в одном месте. Непонятные бойницы. Это Хорватия. Ну и железные сооружения. Вытащенные железки оттуда массово. Уже пытаются реставрировать, но еще никак не скрыть. Ну вот железки. Все повытаскивали. Вон они. Все равно эти видны. Салазки. Потому что пушечки там стояли. Как и в Англии. Один в один. Вот уже переделывают, чтобы скрыть все следы. Но все не скрыть. Такая же непонятная банка условно. Такие же ходы, волноводы квадратные. Готический бавзолин. Но это я показывал. Мамула. Форд. Крепость Мамула в Черногории. Такие же вертикальные пчелевые антенны. Такие же. Ну такая же банка, как и какой-нибудь там Кронштадтский форт. Пожалуйста. Вертикальные щелевые антенны. Оплавление. Один в один. Банка и резонатор. Ряд резонаторов. То же самое старая крепость. Это белая крепость. В Сербии я показывал. Сараевы и так далее. Человеческие останки. Где-то в Англии. То же самое. Вот. Ну как это объяснить? Такие же ящички. Внутри уже этих ящичков. Что мы видим? Свинец. Расхреначенный. А внутри напихали человеческих останков. Еще один. Свинец. Как взорванный изнутри. И что-то черное там торчит. Снаружи. Сверху. Как закипело. Еще раз. Свинец. Еще раз. Вот он свинцовый этот. Еще с битой крышкой. Черное все. Ну ладно. Свинец. Черное-то откуда? Лед. Свинец. Лед. Свинец. Лед. Прокольский. Да. Сейчас покажу. Прокольский. Старый бункер. Они исследуют. Якобы. Югославская армия. Да ничего там. Югославского и нету. Там. Архитектура та же. Вот такие же вертикальные антенны. Бойницы. Внутри. Внутри. Почему-то. Зачем вот югославским войскам армии делать вот такие бойницы. Оплавленные внутри волноводы. Потому что много энергии там было. Якобы югославская армия. Да-да-да. Да-да-да. А. Какой тут. Civil War. Это США. Гражданская война. Точно. Вот. А это форт мод какой-то. То есть в США тоже таких вот много-много интересных. В кавычках интересных фортов. Которые непонятно кто, когда и зачем строил. И вообще что за так строили непонятное. Один в один. Да-да-да. Рассказывай что вот это какой-то вот такой. Вот это угол непонятный строил. Это все. Все строили конечно же от индейцев обороняться. Да-да. Прям верю. Такими же щелевыми антеннами. Такими же непонятными бойницами. вот поближе. Такими же оплавлениями. Это наверное индейцы. Трубку мира неправильно раскурили и оно все оплавилось. А это индейцы поковыряли. Вот это вот зачем такие непонятные бойницы. Вот это чем проделали. А вот это вот что за салазки такие железные. вот это кто по ним ездил. Один в один. Идем дальше. Ну тоже замок интересный. Это наверное в 17 веке такая была богатая фантазия у хрестанутых полностью. Это Польша. Это Польша. То есть более католической страны представить невозможно. Ну тем не менее в такой католической стране тоже ни одной статуи гимнаста. Но полно вот таких вот баб или кошки с какими-то крыльями и сиськами непонятными лапами. Что за хрень? Кто мне может пояснить? Да и куча вас интересных. Вот что я хотел показать. В этом замке стоит вот такое нечто. Да чего это? Что за так строили? Да понятно что риторические вопросы я задаю. Да генуэзцы строили. А на Кольском немцы. Вот это вот что за бойницы? Откуда столько кирпича? И почему бойницы такие вот вертикальные странные? Вот еще интересная вещь. Ну помимо непонятной фрески, мозаики, непонятных осветительных приборов. Что за? Вот зачем вот эта вот шайба? Вот это вот зачем? Что там было внутри? Сейчас то нету понятно. Это заброшенное стоит никому не нужную. Больше. И никому не интересно. А вот старинный замок в поле. Разгадка в подвале. Неофициальная история. С абсолютной херней, которую он несет. Раскачали на 2 миллиона просмотров почему-то. Неофициальная история. Разгадки истории. Бредогенератор исторический. Больнодумец. И прочие бредогенераторы. Они их в YouTube раскручивают. Вот технологии оставшиеся. На месте. И всем пофигу. Невероятно. Вот эта облицовка из камня сделанная. Внутри кирпич. Как и в Питере. Вот. Смотрим. Ниша. Оттуда, правда, уже утащили. И вот оставшиеся еще ниша. Вот это реально для отопления. Уже похуже качеством. Уже из железа. Не из керамики. Но это когда-то работало. Вопрос. Что за печка без воздуховода? Он говорит, что тут отапливали эти. Воздуховод где? Это я-то сейчас понимаю, что не нужно теплым воздуху отводить. Вот такая же, что мы видели в форте. Непонятная конструкция с разными дверцами. Как она там отапливалась? Что там нагревалась? Но она черненькая, потому что нагревалась до очень высоких температур. Да, вот этим можно было отапливать. Что там было? Говорят, что ради. Да бред. Там было что-то, что выдавало тепло без радиации. Ну, еще один замок во Франции. Надо же. Тоже нехватка кирпичей классическая. Классическая. В кахматном порядке. Вертикальные и горизонтальные бойницы. Без вариантов. Вообще без вариантов. И тоже непонятное плавление сверху. Кто у кого слизывал? Какие геноэзцы? Шато де Фаллас. Какая же банка, башня, в которой никогда не шел дым? Реальность мира. Да я ответил на все эти вопросы. Ты о чем? Кто сможет ответить на все эти вопросы? Смотрим просто. Никто не скажет, что это за архитектура. Ага. Я сказал. Да, гробницами пугают. Спас на крови. Тут каждый замок это, блин, полит крови девственниц. Тысячи прям. Дракула строил. Да, чтобы люди не задавали вопросы. Вот это что за вертикальные бойницы такие? Херню какую-то втирают. Это там внутри стоят такие проекторы. Вот это как объяснить? Щелевая антенна вертикальной. Везде. Кто у кого списывал? Почему это до боли напоминает австро-венгерский форт? Нет. Крыша современная. Не было там крыши. Что за дырочки? И круглые, и квадратные. Вот это зачем? Ну ладно, понасмотрели бреда истории. Польша. Бессменный часовой. Ну что я хотел показать? Это ни разу не австро-венгерский форт. Это поляки сами построили. На фантазии у них не хватило. И они слезали вариант бойниц у кого? В Ливане? Кто вот так разрушил форт Польши? Почему это копируется сооружение в Англии? Вот так, что могло оплавить и разрезать вот эту вот огромную многометровую стену? Говорят 19 век. Ну тогда чего они копировали сооружение 17 века, 12 века и прочие сказки. Достали. Немецкий бункер на мысе Романов. Губа Печенга. Да-да-да. Немцы прибежали. Маяк тут сделали средневековый. Явно интересно. Вот там шарики что-то осталось, нет? Полигоналочкой тут выложили все классненько. Такую гору насыпали. Это немцы все сделали. Две дырочки зачем-то. То есть во время войны на Кольский полуостров. Вот хер знает куда. Прибежало. Ну и не знаю сколько тысяч нужно людей, чтобы вот так вот. с какими-то, ну пусть не медными. Да, вот это вот интересно. Там я покажу еще пушечку наверх стреляющую. они притащили тысячи тонн бетона с собой, железа, чтобы сделать вот этот бункер, который будет охранять, ну я даже не знаю что, в одну сторону во-первых. Что отсюда может стрелять? Странный бункер такой. Немцы сделали. А вот это что для воды? Да, да. Немцы странный сделали бункер, в котором невозможно жить. Ну то есть, ну что там, кто-то жить будет. Внутри этого бункера странное оплавление. Дверь как от ядерного взрыва. Это все немцы строили, не австро-венгры, заметьте. А копия бункера, вот это вот, как можно, какими горнопроходческим оборудованием сделать вот такие ровные, как срезы, и вот так закоптить. Внутри. Это все немцы. Вот не знаешь, кто строил, говорят англичане. И как закоптить. Вот это бетон, ну можно сказать, что немцы. А вот это вот что? А тут что стояло? И наверх вылазит. Нет, вот сейчас самое интересное будет. Вылез в бункер. Хорошо. Вот это что такое? Что здесь скрепилось на этом? Откуда оплавление? Откуда то есть? То есть я не могу представить, что сотни человек, сотни метон, оборудование и бетона приперлись на очень далекий остров. Для чего? Чтобы таких вот красивых перегородок понаделать, непонятных. Потому что с точки зрения фортификации, обороны, ну это вообще маловероятно. «Жить там невозможно. Бетон высосет все соки, даже летом. Он холодный. Жить там невозможно. Не жить тоже нельзя. Почему это напоминает вот вертикальные щеловые антенны? Почему это напоминает двери в средневековых крепостях и непонятные окошечки?» Это, наверное, только у меня такие бредовые вопросы. Вот. Гнездо пулеметчика. Немецкий бункер. Якобы там башня танка стояла. Такой же непонятной, непонятная сфера, как на здесь фортах австро-венгерской, что я показывал, уничтоженных лазером. Вот он вылез. Вот оно. Такое же крепление, как вот австро-венгерские, как ПВО до потопа, австро-венгерские крепости. Но это на Кольском полуострове. И таких загадок на Кольском полно. Не знаешь, кто строил? Говори немцы. Зачем такое строить? Сколько там? Ну, год Кольский был в оккупации, скажем так. Да на обычную пушечку поставь и верти куда хочешь. Зачем башню танка? Говорят, что это для того, чтобы башню танка здесь ставить. Да что за бред очевидный. Вот это тоже немцы построили. Нахера? Чтобы подсвечивать свое оборонительное сооружение, чтобы лучше по нему попасть было. Ну, логично. Конечно. Да? Круто же. Ой. Фантазеры. И еще одно. Немцы, конечно же, вот такое. Тоже немцы построили. Это не разуничаливая антенна с пушечками. Не, не, не. Это тоже немцы построили. Чтобы вот узкий участок моря оборонять. Причем они вот прямо у воды это сделали. Они не подняли это наверх, чтобы был лучший обстрел. Они сделали зачем-то дырочки слева от входа. Всегда. Они делают дырочки от входа слева. Они зачем-то закоптили внутри скалы. Немцы, наверное, много курили. Да, да. Сосиски баварские жарили, с пивом пели. Ну, блин, бред такой. Вообще достал его. Бред. Да, непонятные дверцы в непонятной вертикальной шахты. Тоже вверху что-то подвешивали. А тут что-то ходило. Такие же щели, как и в английских крепостях. Мне уже просто тошнит от этих сказок непонятных. Да, вот это все немцы притащили на своем горбу с Германией. На хера вообще непонятно. Вот это что за дырочки? Вентиляция? Ну, конечно. А это что? Вокруг. У кого какие версии будут? Зачем немцам такие сложности в одном месте, в одном направлении? Это ж не ряд... Тут сзади зайди и закидай гранатами, и все. Или я что-то не понимаю в супер военном искусстве. Вот он наверх поднимается. И тут такие тоже бойницы странные. Гнездо пулеметчика. Да, да. Ну, это еще как-то похоже на бункер. Предыдущие вообще не были. О, тоже. Да, да, да. Вот такими вот стреляли и сделали вот. Вот это все против катапульт. Потому что против катапульт стены меньше трехметровой толщины почему-то не работают. Оказывается, практика. Ведь расхереночена тут конкретно. Где мне такую катапульту взять? И римский цемент, который прочнее современного, но не требует современной технологической цепочки. А вот это вот вертикальные бойницы. Кто у кого списывал? Есть еще и южноамериканские крепости. Такие же. Почему везде оплавление? О, красотень. Это, наверное, стрелять по тем, кто войдет. Классные были системы ПВО. В том числе и на Кольском. О, непонятно, так строили. Тут оборонялся феодал какой-нибудь, который только кровь девственниц пил. Типа дракула, да. Причем вот это вот стрелять только по тем, кто сюда войдет. Причем даже сверху. Причем левитируя. А вот это, наверное, мыши выгрызли. У меня варианта другого нет. Такие же своды, такие же вертикальные щелевые антенны. Ну, какие щелевые антенны? Что за взрыв мог? Ну, вот как-то от этого, из этого отстреливаться. Явно, что для арбалетов вертикальные все антенны щелевые. Кстати, вот это вот оригинальный допотопный язык. Иногда он виден прямо на камнях. А вот это, наверное, с арбалета попали. Видно прямо. С катапульты. И вот так вот, как отрезало, тоже, наверное, большой этой баллистой. Просто вот срезано. Пол башни вот так вот. У меня иных вариантов просто нету. Даже если какую-то бригаду, наверное, полтысячи молдаван сюда запустить, они вот так даже обрезать будут несколько лет. Да, и непонятные колодцы сквозные. Срезанные лица кто-то сбил специально, чтобы не увидели. И невероятная мегалитика. В то же время кирпичи. Замок. Что делать? Достраивали в 19 веке, когда кирпичи появились. То же самое. Рассказывает про древние замки. Но не объясняет, откуда знали-то математику так точно. И объясняет, что оплавило верхушки. Прелестный потолок. Прелестный. Вот зачем это? Никто не объясняет. И как все это работало? Это же явно фонтан был. Никаких объяснений. Вот. Это горизонтальная антенна. То есть бойница. Ниша и дырдочка внутри. Это видно, чтобы отдыхать от жаркого палящего солнца. Без вариантов. Рыцарям. Тяжело же оборонять. Вот такие очень-очень высокие, наверное, должны быть стрелки, чтобы вот им было удобно во весь рост вставать. Трехметровые щелевые. Бойницы. А вот это, она крестиком. Ну это ж, потому что Христа на крестики распяли. Вот поэтому бойница такой формы, да? Коля, ну я же все ответил. Кто-то кого-то победил. Обожаю комменты новичков на канале. Просто вот. Ну, в общем, ничего нового. Кто-то у кого-то списывал однозначно. Да-да. Именно так все и было. Такие же камни, как и много где. Такие же непонятные бойницы. И такие же пропилы с одной дырочкой внизу. В общем, много можно говорить. Это уже, ну сколько мы тут? Час сорок. Ух. Да, это один из моих любимых. Стак Рокфорд. И тут есть замечательные вещи. Железо. Железо и салазки. Вот это и так очень солидное такое сооружение, твердое, прочное. Зачем еще железки тут? В бойницах. Что это напоминает? Форт Петра Великого. Привлаку. Мамулу. Кто у кого списывал? Брэнд Даунфорт. 19-й. Это все США. Кто у кого списывал? А, это может быть и Англия. Не поймешь. В том-то и дело. Все, что я пытаюсь сказать, не поймешь. Кто у кого. Вот они. Зачем тут железом закрывать еще такие же, как копировать вертикальные щелевые антенны? Вот как здесь. И внизу волновод и должен быть еще вверху, по идее. Вот это вот. Как стрелять? Это, получается, уже построили, когда... Когда что? Когда индейцев победили? Вот это зачем? Как вот в это стрелять? Даже если современно, не знаю. Пулемет Максим там не поставишь. Из трех линейки там не постреляешь. Вот они, непонятные файр-плейсы. Это что для... Вот тут. Вот четко видно. Сейчас покажу. Общий обзор. Черные камни потом из кирпича доделали. Потому что вот после первого вторжения разрушено все, расхреначено и оплавлено. И вот восстановили. А вот это явно на улице, да, но камин. Хорошо же перед камином посидеть на улице прям. Два камина. Причем один очень-очень черный и оплавленный. Друг напротив друга. Две компании друзей здесь сидят. Иногда это... Улицу отапливают. Непонятные железки остались. И непонятное сооружение. И пушечка. Стрелять только вверх. Вот зачем ее направили вверх? Я-то знаю, для формирования силового поля. Но официалы как объяснят. И вот тут по кругу что ходило, какое оборудование. А вот тут для того, чтобы колокол ловил это излучение. И широко рупор распределял. Здесь вот узконаправленный луч. А он его распределял для того, чтобы вибрировало, дрожало все пространство. Или это мой бред. Здесь вот полигоналка, но одновременно кирпич. Вот это вот. Даже фото расхерачивает всю официальную историю в дребодан на атомы. Это подобный 17 век. Кто эти бункеры приписаны? Не тем, кто... Конечно. Власти знают. Конечно, власти знают. Зачем они скрывают то, что их строят? Ты наивный либо провокатор? Либо что? Либо впервые на канале. Ну, честное слово. Ты ничего не знаешь, в какой так называемой власти нечеловеческой мы живем? Да, вертикальные вот такие. Это порт, построенный уже когда были типа снайперы и прочее. Вот это вот. Зачем? Почему это оплавленное? Почему это внутрь направленные щелевые антенны? Внутри оплавление. Внутри, потому что там огромные энергии гуляли. И можно долго вот так вот показывать. Да, то же самое. Кирпич, крепость звезда, вертикальные как в средневековых... В общем, все вместе. Это то, чего не объяснит ни один официал вообще. И это в центре буквально вот Англии какой-нибудь. Уже не важно в центре чего. Потому что в Англии, в Европе везде линия Мажино. Вот с этими, я уже показывал, бункера и так далее. Все один в один. Может что-то объясняет? Тут я не помню, что было. Заброшенный гарнизон на Кольском. А, тут где-то будет все-таки кое-что интересное. Бункер хотел показать. Нетипичный для современной цивилизации. Да, вот. Кто хочет поизучает. То есть, были допотопные некие сооружения, которые начали использовать уже современным способом. Вот. Тур. Краун. Хиллфорд. Вот. Тоже самое. Щелевые антенны. В ров идущий. В ров. И туда же стреляет пушечка. Туда же. Непонятные колодцы. Якобы. Вот. Заброшенный форт. Вообще его не видно. Он зарос уже. Как в австро-венгерских крепостях. Вертикальные. Идущие в никуда. Просто соединяющиеся маленьким вентиляционным, видимо, отверстием, волноводом. Средневековая крепость. Но это скрыто. Об этом никто не знает. Краун. Хиллфорд. Где это? Это США где-то. Никто об этом не знает. Кто это? Против чего построили? Вот оно. Вот такие же излучатели, как на железные. Вот это вообще действительно жемчужина. Краун. Хилл. Форт. Тур. Вертикальные антенны. Излучатели. Вертикальные щелевые антенны внизу. И все это смотрит в ров. Стреляет только по тем, кто уже ворву. Что по ним стрелять? Они так пойманы. Кто хочет, изучайте. Все открыто на самом деле. Берешь любое, любые съемки чего-то там, чьих-то. Вот оно. Вот под углом бьет интерференция. Вот тут в одну сторону, вот тут в другую. Вот человек все показал. Не нужно даже никому никуда идти. Любая крепость-звезда вот с такими вот. Все технологические сооружения. Огромные. С одинаковыми воротами. Что в Польше, что в России. И да, и камни, и кирпичи. Говорят о том, что все это в одно время. И полигоналка строилась. Временная линия официальной истории. Это полный бред и херня полная. Однотипность всех сооружений, каких только может быть. Якобы вот так вот тут стояли такие пушечки, которые стреляли. Блин. Это, мягко говоря, заморочено вот в таких вот. Вот всплывающая такая вот пушечка, говорят. Вот они серьезно хотят показать, что вот так вот по кругу. Пушечка зачем по кругу ходила? Вот на таком лафете. Безоткатных орудий еще не было. Она снесет вот этот лафет железный. Если это, ну, откатом по физике. Если чем-то материальным стрелять, а не энергией. Да, такие же полукруги идут вниз. Внутрь, то есть. Независимо от материала, независимо от времени и авторов постройки, все это, мне кажется, было в одно время и для одной цели. Главный магазин. Угол, требования к углу определенные, поэтому камень один туда, один туда, как во всех крепостях в звездах. А промежуток, сами стены из того, что было. Не важно. Требований ноль. Качество просто заполнить. По этому дверному проему требования определенные. И вот это вот что, ну, стрелять в кого-то, что ли? Да нет, это как в Белой крепости, в Сараево, например. Щелевые антенны. А промежуток, ну, из того, что было. Вот тут разрезали эту пушечку. Ну, вот как из этого стрелять? Во-первых, это не разрезали, это уже новый муляж. Она почти полная внутри, не заполненная. Ага, вот так вот прочищали, типа, и стреляли. А вот это что за кольца? Да, да, вот так вот. Потому что Гарри будет немерено. Взорвется после второго выстрела. И вот так как бы выныривала пушечка. Ну, это уже новая херня сделали. А вот это куда как ходило? Вот зачем эти салазки? Вот эти зачем кольца? Вот другое что-то стояло, другое. Нам впиндюривают херню. Вот это похоже на оригинальную пушку. Вот это оригинальная пушка. Ее хрен вытащишь оттуда. Маленькие пушечки, да, вот так могут стрелять. Вот так замучаешься. Это нужно спереди зайти, если они в бойницу направлены. Вот это шоу старичок показывает. Можно посчитать сколько времени уходит на зарядку. Минуты две. За две минуты можно доплыть с Америки на Аляску и захватить пять крепостей. Особенно с той скоростью, в которую он стреляет. Вот две минуты он еще фигню какую-то. Причем это современная химия уже есть. Он чем-то современным заправляет. Дымным порохом там пукнет, в лучшем случае на сто метров пнёт это ядро. И сейчас он зажгет. Это шоу надо видеть. Через три минуты заряжаем. Причем ядра не было. Ну и как тут отстреливаться с такими пушечками? Ну это бред полный. Да, старые открытки у меня есть тоже много чего интересного на эту тему. Вот мужик умный тут рассказывает про этот замок. Средневекового замка секрета рассказывает. Он почему-то не рассказывает что могло оплавить вот так вот полностью снести многометровые стены. Он тут с умным видом рассказывает что где было. Опять же игнорируя оплавление. Полностью игнорируя вот так вот что за ветер снес все это нахрен. Кто прогрыз вон там такие отверстия и оплавил стены. Он утверждает что здесь были ворота. Но это полный бред. Тоже щелевые антенны. Это средневековый замок. Еще раз. Где взят цемент? Да. Узкая бойница показывает полноразводной мост. Ага. Да, фаерплейс. Камень с собственным дымоходом. Да. Это видимо чтобы слева отапливала стрелка. А вниз куда? Что на весу дым был. Дрова горели. Вот он рассказывает что-то. Решетка. Вот это вот он не может объяснить. Он думает что вот здесь было какое-то дерево. И тут что-то вот так вот поднимали куда-то. Бред вообще. Почему мне сказать что это фаерплейс. Такой двойной. Ничего что это вот место для дерева идет очень далеко и глубоко. Он не рассказывает какими катапультами вот это все расхерачили. Ну дело даже не в этом. Он говорит что вот здесь была вода. Вот это ниша для воды исключительно. Не для красной льтути никак излучатель нет. И там внутри идет волновод. А он говорит что это водопровод был. Не знаю куда. Бассейн здесь был с самого начала. Он был встроенный. И это аномалия говорит. Конечно аномалия. Сам это аномалия. Здесь должна быть вода говорит. А почему черная от воды. Которая вниз ходила. И он не знает откуда. С башни. Ага. Мы не знаем говорит как работало. Угу. Возможно говорит с колодцем. То есть вручную нужно куда-то наверх затащить. Чтобы оно вниз спускалось. Охрена. И то что вниз сходило. Ну это дальше волновод шел. Понятно. А здесь стояло кое-что. С красной ртутью. И маленькая такая тучка. Типа рупора. И спиральки. Да да да. Вода типа текла. И стекала. Да конечно. Но сейчас самое интересное будет. Вот. Остатки говорит в ванной внизу. Остатки говорит в ванной внизу. Здесь были говорит квартиры. Вот это оплавление он вообще игнорирует. Говорит. Ну нету. Пропало. Да. Гражданская война здесь была. Конечно. И давайте говорит мы представим что здесь был огонь. Ага. Красивые окна да. Черные. Да. Маленькая пушечка здесь могла быть если хочешь. Конечно. Мортиры говорит были они здесь все взорвали. Дымным порохом. Заму. Это сколько не знаю миллионов тонн дымного пороха. Ну чтобы все вот так оплавить. Это говорит огромный камин был. Уверенно говорит да. 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 Конечно же. Вот это чем плавно. Сейчас я найду все таки бред который он несет. самый интересный. Вот все таки дошло. Это говорит вот эта печка была. Любую нишу называй печкой камином. Не знаешь ничего называет камином. Угу. Для выпечки пирогов. Конечно. Где-то 3-5 тысяч градусов было в этих печках иногда. Вот здесь говорит ванну. Где он ванну увидел. Чтобы стирать и мыть посуду. И какие-то редкие кусочки. Вот сейчас вот самая вишенка на торте. На самом деле. Нужно сфокусироваться. Вот это спрятать не смогли. Видимо уже где-то засветилось. Замазать не смогли. Пришлось показать. Часть оригинальных свинцовых труб. Где в Англии свинец взяли. Которые проложили в более поздней истории замка. То есть сначала все это построили. Потом чем перфоратором. Вот и вот тут все свинец. Это то, что я показывал в островенгельских крепостях иногда. Но не обязательно свинцовые. Ничего, что это волноводы. И как это потом поместить, соединить между собой. под всем в основании, под фундаментом замка. Без электричества, без легированных стали и так далее. Вот он уверенно несет такую херню. И вообще где свинец взят? И вообще технологии производства бесшованных труб. Они появились когда? Напомните мне. Главное уверенность. Вот с уверенной мордой. Да еще за наши бабки эти экскурсоводы херню несут. Просто меня это бесит. Временно они были лед пайпс. Я использовал в Тюдорах. Лед пайпс. Во времена Тюдоров. Ху Юдоров не удержался. Ага. Ведь справа нужно вращаться, чтобы защищаться легче. Но еще были в другую сторону направлены. В зависимости от того, как энергия шла. Дебил. Легенда, что фехтовальчик правша может лучше сражаться, защищаясь, выше находясь. Так он достал. Да, такое же было. Конечно же. Вот так стреляли. Двухсотфутовыми снарядами. Во времена Тюдоров, что ли? Вот совсем. Во времена Тюдоров еще не было таких. В общем, не могу. Отверстие для балок. Конечно же. Во всех крепостях, когда не было. Кстати, во всех колокольнях никогда не было. Лесен. Во всех колоколах не было языков. Да. Вот это тоже. Fireplace. В общем. Тоже самое. Закопченный волновод. Но он не объясняет, почему. И что бы так срезать могло. Ну, Мона сказала. Годзилка. В общем, мне это все достало. И да. И можно плеваться по поводу бреда историков. Очень много и очень долго. Везде. Всегда. В разных местах. Подземелья кирпич с камнем соединены вместе. Очень часто. Да. Вот такой бочечки. Правда, свинцовый. Тут стояло другое вещество. Ладно. Уже, наверное, поздновато. Да. Форт Джордж в Шотландии. А туалеты на углу прямо как гигантское сооружение. Но и прямо как тоже кирпич с камнями перемешанный. Ни у кого никаких вопросов. Типичная звездная крепость. Туалеты вон на углу. Такие же. Ворота такие же, как везде. И с умным видом несет пургу, когда это построено. Якобы. Белый камень. А тут черные плавленые. Но он это не замечает. Тоже якобы обронялись. Туалет покажи, дебилус. Дебила кусок. Какие же непонятные комнаты с фарплейсами. С вертикальными щелевыми антеннами. Да. Интересно, что за бред он сейчас скажет. Сорок человек, говорит, было здесь. А он сам считал. Вот это, наверное, стрелять. Только откуда и по кому. Щелевые антенны внутри. Отсюда, говорит, можно было выстрелить и убить любого. А ничего, что там нет никаких комнат. Дебила кусок. Реально у меня зла не хватает. Ну реально. Пушечки стреляют только в одно место. Сейчас он покажет наконец-таки туалет. Как во всех крепостях звездах на углах. Интересно, что он сейчас скажет. Какой Поттс Пеппер? Перцовый. Внутри, говорит, с периметром. Ой, во мне. То, что отсюда можно было видеть все, что творится за стенами. Серьезно? Для этого нужно быть в туалет. Это вот в эту щелочку видно все, что творится за стенами. Ну ничего, что он над водой практически. Говорит, нет ни одного места, где враг может спрятаться. Мне вот блевать хочется реально. А стрелять чем? Ну, увидел. Дальше что? Над волнами. Реально у меня зла не хватает. Ладно, может смотреть долго уже два часа и четыре минуты. Вывод, пожалуйста, Вася. Сделай сам. Напряги извилину. Похоже на Петербург. Да все крепости звезды одинаковые. Я говорю, списывали друг у друга. И причем у меня еще много-много таких мест, которые можно показать. Роликов таких замечательных. Вот. Очень много таких непонятных так строили. У одной технологии. В войну, якобы. Двутавровые балки. Щелевые антенны. Вертикальные, но двутавровые балки. Но это где? Луинзиана. Шелл Бич. Вообще никто не знает о том, что это, зачем это, когда это. От индейцев, наверное, оборонялись. Причем тут и камни, заливка, и кирпичи, и двутавровые балки с клепками. И никто не знает, когда, и зачем, и для чего. И каким образом. И откуда взяты кирпичи столько количества. И так далее. И можно много говорить об этом. На самом деле. Это вот во Франции мужик ползает. Да, можно изучать чужие съемки очень долго. Я просто боюсь, что у нас уже все затянулось. И тут я хотел тоже показать свинцовый. Он нашел некоторые вещи. А лес. То, что мы видим, и допотопное. Заливка, мрамор. Непонятные саркофаги, как египетские почти. Вот бетон четко. В то же время камни, в то же время мраморные заливки, саркофаги. И это все при желании. И все это закопчено, потому что внутри огромная энергия. Саркофаги выливались и так далее. И вот этот, да, допотопный старый язык. Со старыми символами. Которые никто не может расшифровать или не дают расшифровать. Еще один форт непонятный. Еще одни такие же технологии к фаерплейсам и к заложенным. Зачастую стрелять друг в друга. Вот один в один, что английские форты, что непонятные дырточки у нас в средневековых крепостях. И вот интересно, годзилка опять прибежал, да, и насквозь сделал прострел. Сейчас покажу там насквозь прострел. Вот это что? Под копченные внутри, как в врандуке, врандук. А вот это чем сделано? Вот несколько стен насквозь. Насквозь. И, да, много железа двутавровые балки. Вот это чем можно сделать? А вот это, ну наверху что, стрелять? Что здесь за бои? Каким оружием были? И все это заброшено. И вот самое интересное, то же самое. Такие же бойницы, тут такие же салазки. Ходить по ним, ездить. Вот они. Пушечки. Оплавленные местами. Какие же непонятные выемки, как в церквях. Ряд, череда. Это ж сколько пушечек здесь стояло. И для чего? Амфилады одни за другим. И снаружи то же самое. И верх снесен. Классика жанра. И вот старую крепость превратили в какой-то, не знаю, маяк, что ли. И тут некоторые вещи тоже остались целые. Можно смотреть. Волноводы. Непонятные. Так, здесь что я хотел показать, надо бы вспомнить. Ну, многое уже показал. Ладно. Сейчас смотреть лучше без звука. Ну, вот из таких бойниц вылазит. Таких же. Скрытый форт. Вертикальные. Вертикальные. Вот они. Волноводы. То же самое. Еще быстренько пробежимся по нескольким. Допотопная дверь явно с вертикальными щелевыми антеннами. Выбрались уже внутри форта. Большая территория форта. Вот они идут, идут. Явно нехватка кирпичей. Внутри форта много чего интересного. Знающим людям. Зачем-то укреплено железками внутри. Непонятные ванночки. И бойницы внутри. Как это было. Это Германия. Вот немец ходит. С флагом Германии. Вот такой же форт в Германии. Засыпанный и закопанный. Такие же лестницы один в один. Как во французских плинии Мажино. Как в замках средневековых. Такие же огромные амфилады. Такие же непонятные отверстия. Которые не объяснить. С точки зрения так строили. Тупики. Но это Германия. Такие же фаерплейсы непонятные. Дырочки. Волноводы. Отверстия. Квадратные. Железочки. Вокруг волноводов. Один в один. Кто у кого списывал. Ваши версии. Вот это чем проделали случайно. Не было там войн никаких. Но тем не менее кто-то сделал большую дырку извне. И вот тут тоже. Какие взрывы тут могли быть. И это все непонятно кто строил когда и зачем. Хорстед. Тоже самое. Сейчас мы заканчиваем. Да. Стрелять. Говорит если вы левша то легче. А вот для правши тут сделали вот эту нишу. А вот этот чудик на полном серьезе тут утверждает. Чтобы правильно здесь стрелять говорит. А ничего что это тогда когда еще не было пуль и запретено. Построили. Вот отсюда можно стрелять говорит. Чтобы туда направо. Угу. А теперь говорит. А ничего что лучше тогда для обстрела лучше горизонтальное что-то построить. Говорит вытаскиваешь ружье и пересовываешь туда. Он дебил или нас за дебилов считает. Интересно. А это что? Дымоход. А это в кого стрелять? Ну говорит что современный да. И откуда плавление внутри он не показывает. Тоже самое в Stafford Castle. Откуда в Stafford Castle и зачем вот такие вертикальные антенны. И оплавление тоже он умалчивает. Горе экскурсовод. Да. Прелесть. Еще один заброшенный Ford где-то там в Америке. Такая же банка. Ну красотень. Только зачем вот такой вот красивый цветок делать такой бетонный. В кого стрелять вот эти круглые отверстия. Какие же уделанные. Отделанные. О. Это видимо Fireplace. Чтоб теплее было. А вот тут наверное дымоход. Чтоб дым весь обратно выходил. Я так думаю. Какие еще версии они объяснят. А это чтоб стрелять внутрь. Причем мегалитика вместе с кирпичами. Полигоналка. Внутри все закопченное. Он конечно не знает почему. Но у него есть куча версий на эту тему. Где-то здесь мы нашли еще пушечку. Я правда не могу вспомнить где. Оригинальную классную пушечку. Вот она красотенька. Причем старое тут оборудование есть. Вот оно. Реально оригинальное старое. Листы ящик. Который поднимался наверх. И листы свинца. Железные. Вот здесь вот непонятного волновод. И железные. Классненькие такие. Я не знаю. Оборудование. Листы. Бойницы. То же самое. Нехватка кирпичей по кругу. Как в средневековых крепостях. Часть оплавленная. Великолепная технология. Как в островенгерских крепостях. То же самое. Такой. Бетон. Закрытый. Плавление внутри. И огромная пушечка. Лежащая. Вот. Только не знаю. Где. В каком видео. Ну вот. Руки. Непонятно. Зачем. для чего. Где-то здесь было видео. Прям пушечку показали. Они уже изъедены временем. Ржавчиной. Ладно. Еще. Еще. Надеюсь. Покажу. Когда-нибудь. вот этот оригинальный пушечка кстати. Которая никогда не стреляла ядре. Вот таким чтобы выстрелить это ее снесет назад. Безоткатных пушек не было. Сказочники. Блин. Да. Постараюсь найти все-таки. Пушечку. Где-то же здесь показали пушечку. А. Вот. 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 И на этом наверное закончил. Оригинальную пушечку. Потому что с этого форта ее хрен вытащишь. Разве что в воду столкнуть. Вот она. 16 таких. По 18 тонн каждые. Вот. Можно представить. Вон они там еще дальше. Их даже не вытащили. Не смогли вытащить и спихнуть в воду. Вот она оригинальная пушечка. Которая создавала силовое поле. Ее даже не повернуть. Она не для. Ну не современная. Посмотрите на самом деле. Современные. Они как трубы просто. А вот здесь нужны. Утолщение. Вот. Современным пушечкам не нужны. Вот здесь вот шарики. Современные пушечки имеют совершенно другой принцип. Они для снарядов. Это не для снарядов. Это если уж и пофантазировать. То вот это для того. Чтобы сдуло заряжалось. Вот такое оборудование. Там стояло. Не, вот здесь фаерплейс. Рядом конечно же. Камин. Так. В соiembre, вистач MC. Я чувствую ценность. Они bloqueли что-либо. Я ges� бы. А вот эта взащепная potion. Тойбайль 2 стра. Старский метр Дpielt McLaren bracelet. вот можете представить если вот это все порохом стрелял и такой маленький островок то где там люди спали где ели может что-то и было конечно же насколько такой форт может подержаться и зачем круговой обстрел нужен был по моему тут все очевидно и зачем вот эти вот дырточки вот из этих то чем стрелять this entire structure is truly one of the most impressive for the vacations i've ever seen причем поликаналка которую ну в бои явно не построит ладно такой же стрим скором времени даже два с половиной часа блин пушка узконаправленку да есть пушечка которая стреляла узким лучом а есть колокол который создавал силовое поле это все элементы одной и той же это тоже рупор это тоже оборудование ладно добра я думаю достаточно но сегодня да еще будет я частенько но блин тяжело но надо долбают многие тут такие стримы не не пробуждающие не делаю мони часто достается ну что делать как надо всем добра думаем сами смотрим анализируем потому что даже в азбуке кто-то может найти истину все дело здесь это всем пока смотрим канал будет еще много чего интересного